Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов И мы начинаем с вами разговор на очень сложную тему Это о том, как материализуется Бог Через нас в этом мире Казалось бы, совсем невероятная такая тема Как это Бог, да еще и материализуется На самом деле это действительно так И именно в этом и есть наше с вами соучастие в Боге И есть наша с вами вообще задача в этом мире Ведь Господь создал Адама для каких-то определенных целей И эти цели заключаются в том, что Адам будет слушать Его Общаться с Ним И будет каким-то образом украшать этот мир Ну и продолжать творение Божие Совершенствуя его В том делании, которое будет делать Адам Вот мы с вами такие же Адамы Рисовать вам схему, не знаю, или не рисовать, или так поймете Ну, я, может быть, графическую сделаю прямо на экране И мы с вами, существуя в этом мире Получаем в себя Бога То есть вы же получаете Дух Святой Вы же не отказываетесь от того, что Он у вас есть И что вы действительно им обладаете Ну, или хотя бы пытаетесь это сделать Поскольку сказал же Серафим Саровский Стяжите Духа Святаго А стяжать Духа Святаго Это значит получить в себя Духа Святаго Для каких целей? Для каких целей? И как? И надо сказать, что мы, конечно, получаем Духа Святаго Тремя, можно так сказать, способами Первый способ – это мистический Когда по молитве, по промыслу Божьему По действию самого Духа Святаго Мы получаем Его Не осознавая И, может быть, не всегда и участвуя в том, как Он приходит И это, в общем-то, для Бога Который нас попекает нормально Поскольку, попекая нас, нас действительно нужно Все время снабжать Духом Святым Какой-то информацией нас спасающей Какими-то там средствами Помогающими нашему здоровью И это делается и по нашим молитвам Когда мы просим, что Господи дай нам И по промыслу Божьему Когда Он охраняет нас от каких-то действий Неправильных сил Да и наших неправильных действий И наша жизнь чудесным образом сохраняется Вы сами не раз слышали об этом Не раз, может быть, и участвовали в этом Я-то лично, я уже вам рассказывал Я семь раз тонул, например И то, что я спасся в эти семь раз Это удивительно Каким образом Один раз уж совсем я отчаялся Думал вообще До два раза Вообще отчаяния было Первый раз в шторм полез Понырять И с охотничьим ружьем, с подводным Рыбок пострелять Как-то мне показалось, что это интересно В шторм сделать А мне прямо в лицо Вот так раз передо мной встал Дельфин И я так его напугался Что как-то так вот Выдохнул все Глубоко как-то А был глубоко Метров там на восьми На семи Ну, только с маской и с трубкой Те, кто ныряет, те понимают И вот у меня все Булькнуло И сразу в меня вошло И я не знаю, как я выплыл вообще То есть мне казалось, что я сразу И утонул, но выплыл Но правда в море еще такой же раз Шторм было Когда меня закрутило И ударило об камень Я тоже, похоже, потерял сознание Но, в общем-то, выплыл И это чудо Это чудо Я могу еще рассказать О своих ближних Которые таким каким-то Странным чудом спасались Как я все время рассказывал Про сын Едут с друзьями На маленьком микроавтобусе Туманище такой Он спит на сиденье спереди Тут вместе с водителем Едут со скоростью Километров шестьдесят Вдруг он просыпается Говорит Стой, стой, стой Этот по тормозам напугался водитель Говорит Ты чего? Он говорит Не знаю Что-то разбудило Вот Ну раз уж встали То надо сходить В лесочек Там Покурить некоторым Вышли в лесочек А в десяти метрах Просто завал Машины Огромное количество Значит И они-то съехали на обочину Когда тормознули В лесочек И вдруг мимо в них Бух машины Бух машины То есть там был туман Началась авария И машина врезается Резается В друг друга И это Для них был шок А как же они не врезались Кто так Такой разбудил Вот это мистическая форма Получения Духа Святого И при этой мистической форме Конечно Мы с вами Под попечением Божьего Получаем Благодать эту Это нельзя отрегулировать То есть тот Кто считает Что я пришел Я помолюсь И мне будет Это не факт Здесь Господь решает Надо тебе или нет Он как к матушке Синичке С утра прилетает Целой стаей Все подлетают Смотрят Чего там в кормушке Что-то там поклевывают Покрикивают Сегодня даже Прилетали снегири Сойки повадились Сойки знаете Такие Вороны такие Цветные Это семейство врановых Но ведь не они решают Когда у них будет корм Матушка должна Проснуться И принести этому корму Хотя они думают Что раз они прилетели Попищали здесь То наверное Они ее и вызвали Она наверное Поэтому и пришла Ну есть логика Но Мистическая форма Получения благодати Еще раз повторяю От нас Не зависит Это промысел Божий Вторая форма Получения Благодати Или Бога Внутрь себя Она заключается В слове Слове Слово Которое в нас Приходит От Господа Это и есть Дух Святой Это и есть Та Как называют сейчас Божественные энергии Которые дает нам С вами жить Слово Мы с вами Читаем Слово Мы с вами Слышим То есть Вот я вам сейчас Говорю И вы меня слышите Ну И Иногда Слово Идет тоже Бессознательно Это уже доказали Ученые Но все равно Оно идет Я не знаю Ну вот Например Слепоглухие Они тоже Могут общаться И они Каким-то образом Тоже Слово Воспринимают Через Вибрацию Там Или еще Что-то То есть Через органы Чувства Все равно Мы с вами Слово Понимаем Воспринимаем Поэтому давайте Вот так Остановимся На то Что слово Можно Видеть Когда мы Читаем И слово Можно Слышать Причем Причем Слово Видеть Видеть Это было Раньше Очень Сакральная Вещь Написанные Тексты Не только Сохранялись Как тайные Тексты Чтобы Никто Другой Не видел И даже Считало Что если Кто-то Открывает Священную Книгу Без Благословлений То он Таким Образом Оскорбляет Господа Поэтому Так вот Отбирались Люди Это я вам про христианство говорю Которые Могли Читать Особенно Евангелие Евангелие Чего Оно Вообще В дом К простому Человеку До девятнадцатого Века Не попадало Если Печатались Там Евангелие Ну Начиная Сначала Они Писались Писались То есть Писцы То Это Все Попадало Только в храмы И при храмах И шло изучение Евангелия Считалось Что только в храме Можно Открыть Слово И вот Священник Там Или диакон Его оглашает Передает Написанное Слово Но Какое-то Время И само Письмо Слова Было Сакральным И Должны Были Писать Евангелие Особые Писцы Ну Дьяконы Обычно Дьячки Так мы Их Еще Называем Или Такие Вот Писцы Которые В общем-то Редкие Были Одухотворенные И И поэтому Само Написание Слова Было Очень Важно Что Оно От руки Написанное Краснописцы Назывались Такие Писцы У нас Село Васильевское Вот там По шуе Там Были Краснописцы А Палех Иконописцы Так вот Краснописцы Ценились Не меньше Чем Иконописцы Это раз Во-вторых Книги Писанные Ими Ценились Как иконы То есть У них У них Вот такое Было Как говорится К ним Отношение Или понятие Их Что это Священная Книга Священная Икона И когда Федоров Начал Печатать Открыли Там Печать И первый Он Напечатал Апостола А даже Не решился Написать Напечатать Евангелие Так его Все равно Погнали Он же Не смог В Москве Типографию Содержать Потому что Посчитали Что это Сатанинство Печатные буквы Что они Не могут быть Такими Поскольку Их Не писец А вот Какая-то Тут Машина Создала И ему Пришлось Бежать У него Сожгли Типографию И он Следующую Типографию В Прибалтике Где-то Сделал И там Уже Развивалась Печать У нас Чуть позже То есть Вот Слово Изображенное И слово Произнесенное Они считались Сакральными То есть Священными И они Приходят В человека Для чего Они же Приходят В вас И они Приходят Как раз Для дела Адамова Для Материализации Бога Через вас В этом Свете В этом Свете Как же Происходит Это Материализация То есть Каким образом Вдруг вы Становитесь Как Растение Растение Интересно Это же Чудесный Орган На земле Самый чудесный Орган На земле Который Из неживого То есть Представляете Растение Сосет тут Всякие Соли Металлы Там И все Остальное И превратят Все это В живое Само Растение И после Этого Белки Значит И Все остальные Волох Они становятся Живыми Вот точно Так же В нас Поступая В нас Слово Различными Путями Или Божественный Дух Святой Поступая В нас Различными Путями Ждет От нас Того Что мы С вами Превратим Это все В живое И материальное И материальное Здесь Тоже два пути Можно так сказать Как Переходит Вот это все В нас Материальное Когда вы Являетесь Творцом То есть Что-нибудь Творите Оно Искусственное Но если Оно Духовное То Это Творение Бога Это Материализация Бога На земле Поэтому Иконописец Он что делает Он Слово Внутри Имеющиеся Потому что Без слова Он не может Иметь Образы Которые Хочет Положить В икону Он Слово Превращает В материальное Вещественное Ну В данном Случа Икону Или Писцы Там Это Превращает В книгу Святое Писание Там Или еще что И И все Остальное Ну Это Иконописец Но точно Так же Действует Архитектор Точно Так же Действует Золотошвейка Ну Любой человек Когда он Воплощает То что Духовно В некое То что Приносит Пользу Людям Он таким Образом Материализует Господа Это Одна Форма Материализации Вторая Форма Материализации Это Добрые Дела То есть Если вы Получили Слово Духа Внутрь Себя И Решили Что вы Направите Его Эту Энергию Эту Свою Значит Духовность На доброе Дело То вы Материализуете В этом Деле Бога Хотя Может Объекта Материализации Как такового Напрямую И не быть Он в действии В деле Дело И самое Интересное Что вера Без дела Мертва Она Мертва Не без Иконы Хотя Это тоже Дело А конкретно Без дела Мертва И получив От Господа Вот такую Благодать Духа Святаго Материализовав Ее Ее В деле В деле В каком-то Вы Являетесь Сотворцом С Господом Вы Являетесь Тем Адамом Новым Адамом Пример Которого Показал нам Христос На земле До Христа Никто Не пытался Это В общем-то Вернее В языческой Форме Это Воплощалось Там могли И боги В виде Человеков Быть И делание Они всякое Устраивали Язычество Греческое Там вообще Они как люди Живут И с людьми Живут Все эти боги И все остальное Но каждый раз В язычестве Это Происходило Либо От Человека Что я Сделаю вам Вот Либо Либо От какого-то Уже Материальной Сущности На земле От дерева От камня Смотря в чего Они верили От огня Вот Или От стихии Поскольку Некоторые стихии Тоже Воспринимались Как божественные Дождь бог Там Ра солнце Там Ну Солнце Это тоже стихия На самом деле Так сказать Что это Совсем материальная Какая-то Сущность Она Полуматериальная Потому что Это газовый Газовое Образование Небыть Ну В общем Такое Поэтому Дорогие мои Прослушать То вы Прослушали Но я не знаю Насколько Вы Готовы Были Это Воспринимать А самое Главное Насколько Вы готовы Все это Реализовать И Но вы Должны Запомнить Что Без Реализации Все Ваши Хождение В Храм Все Ваши Значит Дорогие Свечки Все Ваши Записочки Там Или еще Что-то Они В принципе Не имеют Особого Значения Потому что Если вы Хотели Получить И Получили То вы Должны Дальше Расплатиться Тем Что это Когда вы Просите Какие-то Ботовые Вот для себя Устройства От Бога Что Господи Дай мне Квартиру Дай мне Машину Там Или еще Что-то То Я вас Уверяю Они Начинают Вам Приходить Только Если Вы Нацелены На Воплощение Духа В Материальном Форме То есть Икону Будете Писать Книги Делать Дома Строить Ну Любые В общем-то В любой Форме Лишь бы Это было Пользу Приносящее Дело Либо Вы будете Все это Притворять Самостоятельно Как уже Воплотившиеся Божество Можно так Сказать И Добрые дела Там За людьми Ухаживать Помогать Кому-то И все остальное Вот таким Образом Иначе Вы все время Так в долгу И останетесь Вы придете Потом Туда И будете Говорить Ну вот Я вот 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 То да Все А вам скажут Ну как Мы тебе все Давали Самая дорогая Жизнь Дали Дали Здоровье Было Было Ум Очень Драгоценная Вещь Очень Драгоценная Вещь Так Много Людей Не понимает Насколько Драгоценный Ум А именно Сохранение Ума И является Одной Из Целей Духовности Потому что Обезумевший Человек Он И тело Своё Погубит И духовность Своё Погубит И дело Своё Погубит И направит На Воплощение Совсем Другого Духа Потому что Надо Честно Сказать Есть И Воплотители Духа Злага Всё Что Я Вам Описал Как Воплощать Духа Святаго То есть Как Добро Воплощать Абсолютно Чётко Относится И к Духу Злому И Вы Точно Так же Можете Стать Творцом Злых Вещей То есть Вещей Которые Наносит Вред Человеку Точно Так же Можете Стать Творцом Злых Дел И Это Уже Будет Противоположное Богу Воплощение Некоторые Не понимают Что Они Под Вот Видом Духовности Под Видом Христа Делают Какие-то Злые Вещи Не Не Сознавая Что Они Таким Образом Воплощают Дух Злобы Здесь И Он Тоже Увеличивается В Принципе Это И Есть Борьба Беса За Человечество Сатаны Чтобы Человек Не выполнил То Что Господь Ему Заповедовал В этой Жизни А Заставить Его быть Рабом Себе И служить На себя Вот Вот Такая У него Задача Я Не Знаю Я Скажу Вам Так Если Вы Поняли Меня То Вы Сейчас Напишите Хороший Комментарий И Поблагодарите За то Что Я Вам Рассказал Если Вы Пытаетесь Воплотить Духа Злобы То Вы Сейчас Скажете Где Это Написано Какими Святыми Отцами Это Утверждено Да Что Ты Несешь Всякую Не Буду Материться Но Ерунду И Поэтому Это Уже От Вас Зависит От Вас Зависит Смотря В Каком Вы Духе Сейчас Находитесь Конечно Каждый Хочет Думать Что Он В Хорошем Духе Находится Что Он Именно В Божественном Состоянии Находится Но Это Не Всегда Так У Меня Сегодня Было Письмо Интересное Где Один Из наших Ангелов Уж Не Буду Называть Имя Говорит Смотрю Вас Достаточно Давно И Всегда Пишу Плохие Комментарии Потому Что У Меня Несчастье Я Работала В Полиции А Меня За Год До Пенсии Уволили Я Я Не Могу Найти Себе Место Не Знаю Куда Устроиться На Работу Вот Я Нахожусь В таком Раздраенном Состоянии Ну И Каждый Раз Думаю Не Буду Дальше Смотреть Ваш Канал Напишу Значит Плохое А потом Прихожу И зачем То Опять Смотрю За Это Время Говорит Я Уже Думала Я О том Что Ну Надо Покончить С собой То есть С этой Жизнью Покончить Вот А еще Думала Не обратиться Ли мне За Помощью К Сатане Такое Письмо Да Это Хорошо Что вы Пишите Такие Письма Мне Лучше Как я вам Уже Вот В другом Ролике Рассказал Пишите К Спиридону Тримефутскому И присылайте На мою почту Спиридонушка Прочитает Ну и я Заодно Посмотрю Что же У вас Там Случилось Так я И ответил А так Ты давно В рабах Этого Беса Ты давно Ему Служишь Поэтому У тебя Такое Настроение А если Ты сейчас Покончишь Самоубийством Вообще Устроишь Праздник Такой Праздник На Рождество Поэтому Все не так просто Она правда Поблагодарила И говорит А как же я У него В рабах Если я Воцерковленный Человек Ничего Особенного То есть Это Воцерковленные Вы Как сказать По технологии То есть Вы вроде Делали Что нужно Все По технологии Чтобы Считаться Воцерковленным Но Это Не факт Что вы Воцерковились То есть На каком-то Этапе Вы Что-то Чуть Чуть Не Доделали Вот Ну Вот Посадили Зерно Они Полили Его Забыли Полить Пришли К вам Исповедовались Сто Грехов Назвали А Один Не Стали Называть Сказали Это Не Я Это Вот Начальник Виноват Это Он Меня Значит Уволил Потому Что Он Такой Сякой И Не Исповедовали И Все У вас Получилось Что Вы По технологии Вроде Все Прошли Чуть Чуть Не Доделали Чуть Чуть Не Доделали А На самом деле Уже У вас Ничего Не Получилось И Это Как На Марс Осправили Один Из Первых Спутников Американцы А Он До Марса Долетел Сел Значит Сигнал Послал И Не Раскрылся И Не Раскрылся И Они Потом Семь Лет Искали Что У Них Не Так Почему Он Не Раскрылся Не Стал Дальше Работ На Дорогое Оборудование Я Так Представляю Там Несколько Миллиардов Долларов И все Остальное И Нашли В Программе Один Компьютерщик Вместо Точки Поставил Запятую Вот Те Кто Пишет Программы Знают Сколько И Сколько Там Программы Там Эту Программу Писали Несколько Лет Несколько Сотен Компьютерщиков И вот Одного Представляет Сорвалас Вместо Точки Запятая И Не Раскрылся И У вас Точно Такая Же История Может Быть Вы Все Сделали Но Вместо Точки На Исповеди На Покаяние Оставили Запятую Для Продолжения Чего То Там Потом Исповедую Когда Созреет И Все И Вы Остаетесь В руках Того Кто Значит Вас Втянул В эту Игру И Вы Остаетесь Воплотителем Материализатором Его Духа Вот Такая История Так Что Дорогие Мои Будьте Внимательны Следите За Своим Состоянием Если Ваше Состояние Как Господь Забоведует Радостное Никого Не хочет Обижать Ни на Кого Не хочет Нападать То Можете Надеяться Что Вы На Правильном Пути Им Ваша Материализация То Есть Ваши Дела Они Будут Действительно Божественны Будут На Пользу Господа Вот Такая Наша Беседа Здоровья Вам Всем Помощи Божьем В этом Деле Мне Аминь Божьем 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 Продолжение следует...